Cat lose Cat lose Всем привет! Меня зовут Виталик и сегодня я покажу вам обзор на мотоцикл Kawasaki Eliminator 250 SE Так вот случилось, что стал счастливым обладателем этого мотоцикла Конкретно этот мотоцикл 1990 года Комплектация SE Это значит что на нем стоит Зизеровский двигатель То есть в обычной комплектации ZL Там двигатель 35 лошадей В этой 40 В обычной версии 5 ступка, в этой 6 ступка Но все равно максималка примерно одинаковая Поэтому просто укоротили передачи Чтобы На рабочий момент оборотов оставался Как можно дольше И поэтому ускорение было лучше Опять же начну с двигателя Двигатель очень приемистый Очень покладистый, дружелюбный Я когда впервые сел на него После ебрика Думал что сейчас будет что-то Неизведанное, загадочное Непонятное Но когда тронулся впервые То было такое ощущение Будто всю жизнь на нем ездил Он очень адекватный Очень понятный И вот Но в то же время В переходе С Славица пятки Или меньше Вот на такую технику Кажется что это Ракета Разогнался когда-то на нем До 150 километров Был еще запас газа Но пользоваться им не стал Вот что по двигателю Идем дальше Следующее что я хочу рассказать Это посадка Все таки это очень важно Тем более это такой Крузероподобный Мотоцикл Что радует Спина ровная И руль Тоже хранительно близко И узкий Что лично мне нравится Ну вот ноги Сроде нет Ноги не нравятся Они очень согнутыми выходят Ну не очень Но нормально Хотелось бы где-нибудь Где-то вот так вот И вообще будет Идеально Вот Ну а у заднего номера Пытаюсь Имитировать Все в порядке Сзади Все хорошо Он живет Небольшая же штука Чтобы держаться Сзади Конечно На классических мотоциклах Спортивных Можно держаться Как-то за вак Но здесь Это практически невозможно Так вот Очень далеко Он находится Еще что В осадке Очень важно Опять же Этого класса Мотоцикла Это сидение Спириди Конечно Это После бьёбрика Опять же Это просто нечто Но когда я только взял Он был в стоке Была проблема Сидение Было четко Параллельно земли Что Внушало Какие-то Неудобства Суть в том Что На раме Был язычок А на сидении Был такой тоннелек Который язычок Вставляется Такое крепление Вот Мне пришлось Поднять Туннель Чуть выше этого язычка Чтобы Перец сидения Стал чуть выше Немного Стал поскрипывать Конечно Чуть-чуть Болтается Так сказать Ну В принципе Нормально Просто посадка Намного улучшилась И Как-то Попа сидит Правильно И с этого момента Как бы Можно проехать Сколько угодно И Не задумываться О дискомфорте Чего не сказать О втором номере Потому что Сидушка Здесь Очень узкая И сравнительно Очень твердая Проехать Км 50-60 За раз Второму номеру Нормально Вообще не ощутимо Но проехать Там больше сотки Тем более С непривычки Это будет тяжело Но что спасает Опять же Заднего номера Это хорошая Амортизация Сзади она Нереально мягкая И Часто начал Замечать Что езжу По тем же самым Дорогам И Стало намного Мягче Комфортнее Стало Конкретно В принципе Комфортно После того же Йобрика Потому что Была Истерика Когда вот Едешь по какой-то Очень Рифленой дороге Вот По вилке Вилка тоже Очень мягкая Хороший ход По дороге Отлично По внедороге Тоже отлично В принципе Вообще Был бы внедорожный Мотоцикл Если бы не клироваться Потому что Основная проблема Это Махлопная труба Очень низкая И часто бывает Пробивает ее Хотя вот Вилка Не клюет До конца Не проходит И Задние амортизаторы Тоже в отсечку Не уходят Не пробиваются Полностью Хотя Очень сильно Такие Колебаются Дальше Тормоза Тормоза Очень важный Такой элемент Но здесь Он Слабоватый Конечно Да Гидравлика Все дела Но всего лишь Один поршень Одно-боршневой Суппорт Один диск Маловато Есть умельцы Ставят Зармозную систему Зизера 250 Того же И Тормоз уже Весьма Очень Неплох Но Здесь Просто Суть в том Что Задний тормоз Здесь Играет Большую роль Потому что Большое Заднее Колесо И Не зря То что Просто Барабанный Тормоз Он Работает Очень Чутко Опять же Вот после Йобрика На котором Был Вкл-выкл Задний Тормоз И то Чтобы Был Вкл Включить Его Нужно Было Весьма Надавить На педали И это Сразу В юз Шло Колесо Здесь Все Очень Понятно Прозрачная Точка Торможения И много Сил Не нужно Прикладывать Чтобы Затормозить Еще Что касается Комплектации Версии СЕ Это Ветровик Он В принципе На трассе Весьма Хорош Если Рассматривать Такой момент Что если Без Ветровика Вообще Он Все таки Дает Комфорт Где-то Вот так По грудью Он От ветра Меня Издавляет Голову Конечно Бьет Ветер Еще Такой Плюс Это Лампочки Потому что Если Ехать В дневное Время Сутра Горят Лампочки И не Видно Где Какая Горит Но Ветровик Немного Затемнен Поэтому Дает Тень Поэтому Видно Лампочки Вот Такие Дела В принципе Самое Основное Я Рассказал Ничего Больше Особенного В нем Нет Такой Очень Дружелюбный Интересный Мотоцикл Опять же Переходе С Мало Кубаторной Весьма Доступный У нас Он Где-то В средних 90-х Годов То есть От 90-го До 2000-го Ну 99-го Вот И Средний Ценник У него Где-то Около 90-тысяч То есть Хорошие Экземпляры Будут Уже Где-то От 70-ти До Сотки Стоит А 120-ти Может Но Бывают И Варианты Там За 40-50 Тысяч Конечно Очень Они Не Очень Но По Мере На Ходу Один Самых Дешевых Бушных Японских Хотоциклов И Был Один Случай Курьезный С ним Как Заправился На Руссоэле Для Справки Это Такая Заправка Нехорошая Ну Может Быть Для Кого-то Хорошая Но Спустя Км В 5 После Как Я Проехал Скопился Конденсат В выхлопной Трубе И Он У меня Взорвался Вот Подносит Трещина Конечно Стало Страшно Но Я Не Торопился Выбирать И Сейчас До Это Было Очень Тихо Что Конечно Комфортно Но Звук Очень Красив По поводу Расхода Хотелось бы Отметить Расход Очень Непостоянный И Очень Чувствительный К Езде Характеру Езды То Есть Приведу Пример Однажды Ехал Из Одного Населенного Другой И Между Которыми Было Порядка 45 Км И У меня Сразу Закончился На Выезде Бензин Из-за Основного Бака Я включил Резерв То есть Где-то Около Полтора Литров И Доехал Эти 45 Км Еще Плюс До Заправки Внутри Своего Населенного Кута Доехал У меня Бензин Не Кончился Я Конечно Очень Сильно Тошнил Там Не Больше 90 Км Очень Планово Разгонялся Но Уходит Что Расход Если Так Утошнить Не Более Трех Литров На Сотку Что Очень Так Круто Вот В обычном Режиме В смешанном В оптимальном Разгоне Это Будет Где-то Около Пяти Литров На Сотку Но Если Жарить Конечно То Будет До Семи Восьми Что Опять Для 250 Столь Фальсировано И Не Так Уж И Много Еще Такой Момент Нюанс О Баки Хотел бы Сказать На Крузерах Часто Такое Случается Вот Ушвы Находятся Они Не Только Выпуклые Но Еще И Впуклые То Есть Там Внутри Бака Есть Стенка И Туда Западает Бензин Конечно Не Очень Хорошо Что Не Весь Бензин Используется Но Такой Полезный Момент В плане Если Не Уследил За Бензином То Что Датчика Все Таки Нету Где-то Остановился Желательно В Населенном Пункте То У тебя Будет Еще Км Полтора Проехать Можно Будет Если Покачал Мотоцикл И Еще Он Выпадет Туда Куда Нужно И Можно Будет Доехать На этом Оставшемся Бензином Ну Давайте Ка За Веду Давайте Проедемся Чуть Чуть Вот такие дела. Вот сейчас посмотрел на крышечку и когда вспомнил, нужно было сказать сразу, крышечки на 150-х эллиминаторах это большой раритет. Вы видите, у меня ее нету, вот эта, которая закрывает АКБ. Слева есть, более-менее сохранилась. Но суть в чем, крепление там очень-очень фиговое. Если не уследили, нормально его сразу не сделали, оно у вас отлетит на первом же разгоне. Поэтому если вдруг вы стали владельцем этого мотоцикла, то сразу бегите в гараж и делайте нормальное крепление. Оно в большей части случаев, наверное, его нету, если покупать на царичном рынке мотоцикл и достать, тоже нереально. Это огромный дефицит. Даже заказывать где-то на Мегазипе, на других сайтах давно сняли с производства и нигде нету. Ну, в принципе, можно придумать, поставить крышечки от Альфа. Ну, пока еще этот запрос я сильно не поднимал. Ну, вот и все. В принципе, все, что я хотел рассказать об этом мотоцикле. Катайтесь на мотоциклах, выбирайте, что вам по душе. С вами был Виталик. Всего доброго. Живите долго, процветайте. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok